И к другим темам. Бесплатные рекламные газеты в скором времени могут оказаться под запретом. Во всяком случае, с такой инициативой выступили антимонопольная служба и Роспотребнадзор. В вину печатным изданиям ставится навязывание услуг. Газета попадает в почтовый ящик читателя без его согласия. А также с помощью переполненных почтовых ящиков домушники без труда вычисляют номера квартир, где отсутствуют хозяева. В нашем городе явление «бесплатная рекламная газета» также нашло широкое распространение. За и против такого предложения изучал Артем Бегоцкий. Картина, знакомая любому жителю города. Почтовый ящик доверху забитый рекламными листовками и бесплатными газетами. Если провести аналогию сетью интернет, то это ничто иное, как спам. Или, другими словами, нежелательная рассылка. Если всемирная паутина предлагает защиту от такого рода действий, то от бумажного спама защиты нет. Пока нет. Антимонопольная служба и Роспотребнадзор намерены инициировать судебное разбирательство против бесплатных газет. Мол, доставляют они неудобства своей навязчивостью. Распространители кладут газеты в ящики читателей без их согласия. То есть такая газета, как Новый год. Хочешь, не хочешь, а она придет. А вот используют ее по прямому назначению далеко не всегда. Некоторые бросают ее, не отходя от почтового ящика. Другие, более аккуратные, доносят до урны. Или находит она свое применение в домашнем хозяйстве. Мы решили спросить, как волгодонцы относятся к этой инициативе федеральных властей. Вам носят почтовый ящик рекламные газеты? Да, это носят. А вам это нравится? Нравится. Можем почитать, что нам нужно. А то, что вот сейчас выступили с инициативой Роспотребнадзор, запретите. Как вы к этому относитесь? Ну и что, мы вообще ставимся без почты, что ли? Ну, я не знаю, кто, наверное, тому это говорит, тот, кому не нравится. Мне нравится. Ну, я считаю неправильно. Люди должны знать, какая реклама, что в городе происходит. Жалко, конечно, бумагу. Глаз народа против подобных действий федеральных структур. А что же сами издатели халявной периодики? Каковы будут их действия в новых реалиях? Менять что-то на этом рынке надо, уверен редактор газеты «Правда, что» Алексей Плотников. Однако эта газета не подпадет под действие нового закона. Определенная доля необходимости в этом созрела. На примере города Волгодонска это одна газета, хотя и эффективная газета, но она убила все остальные маленькие газеты. В городе Волгодонске закрылось три издания. Все остальные издания тоже находятся на грани закрытия. И как бы порядок нужно навести в этом рынке. Я не говорю, что можно их полностью закрыть, но дать возможность другим газетам выживать тоже нужно. То, что в этом бизнесе давно пора что-либо менять, уверен и редактор старейшей городской подписной газеты «Вечерний Волгодонск» Виктор Черкасов. По его мнению, хозяева таких изданий не несут никакой ответственности перед читателями, как за содержание рекламных объявлений, так и за выход очередного номера в тираж. Во-первых, бесплатных газет, типа черекламных, не бывает. Они всегда приносят доход хозяину, хозяину доход. Я вообще тоже хотел как-то подать суд на то, что мой почтовый ящик забивает всякими газетами. Я сразу выбрасываю, я не читаю и знаю, что десятки людей тоже самое так думают. От запрета на распространение газет помимо издателей могут пострадать и распространители. Обычно это люди из самых незащищенных слоев населения, для которых разнос газет – еще и дополнительный заработок. В любом случае сначала будет проведено расследование, а окончательное слово скажет суд. Артем Бегоцкий, Сергей Овчаренко. Новости ВТВ.